Согласно ряду источников, в мире живёт и жило чуть более сотни человек, которые отмечали свой 114-й день рождения. Большинство уже умерло, но есть и те, кто здравствует сейчас. Самым старым человеком на планете считается Жанна Кальман из Франции. Она оставила этот мир, когда ей было 122 года и 164 дня. Это произошло в августе 1997-го. Если брать тех, кто живёт ныне, то согласно данным, которые я нашёл, самый старый человек на Земле – это японка, Канета Кана. Ей уже почти 119 лет. Хочется порассуждать на тему того, насколько хорошо живётся людям, которым больше 100 лет. Мне, например, кажется, что в таком преклонном возрасте удовольствия от жизни уже нет. Организм уже полностью износился, проблем очень много. Но тема видео другая. Обратите внимание, что в официальный рейтинг долгожителей заносит людей, которые имеют документы, подтверждающие дату рождения. Если есть какие-то сомнения, то в рейтинг люди не попадают. Как нет в нём и сведений о Лидзинь Юэне, который, согласно некоторым данным, прожил 256 лет. Что известно об этом человеке? Давайте разбираться. Есть разные версии относительно даты рождения этого человека. По одной из них, Лидзинь Юэнь родился в 1677 году, по другой – в 1736. Проблема в том, что эти версии ни на чём серьёзном не строятся. Якобы есть какие-то документы, где указана дата рождения героя видео. Но если он родился в 1677 году, то могли ли сохраниться записи о дате рождения самого простого человека, каким и был Лидзинь Юэнь? Скорее всего, нет. Существовали на свете некоторые свидетели, которые утверждали, что знали этого долгожителя. Люди говорили, что он был молод, когда молоды были их бабушки и дедушки. А когда сами эти люди состарились, то Ли был ещё совсем не старым. В общем, о возрасте китайца, который ушёл из жизни в 1933 году, можно говорить, основываясь лишь на его словах, свидетельских показаниях. И всё. Никаких документов нет. Как Лидзинь Юэнь ушёл из жизни? Об этом тоже рассказывают легенды. И данные противоречивы. По одной из версий, ничего особенного в этом не было. Старик просто уснул. И на этом всё. Но есть и более увлекательная история. Якобы Лидзинь Юэнь сказал тем, кто его окружает. Я сделал всё, что мне нужно было сделать в этом мире. И теперь я ухожу домой. А потом он закрыл глаза и ушёл действительно. Получается, что долголетие этого китайца – вопрос веры. Если вы считаете, что доля истины в истории есть, то можно и нужно продолжать слушать видео. Потому как Ли делился секретами своего долголетия. Возможно, кому-то они помогут. Но на всякий случай проконсультируйтесь с врачом. Итак, китайец уверял, что он смог прожить долго по трём причинам. Первое. Ли никогда не употреблял в пищу продукты животного происхождения. То есть он был самым настоящим вегетарианцем. Второе. Дзинь Юэнь постоянно тренировался. И третье. Ли пил много чая. Существуют записи. Кто-то якобы конспектировал за китайским долгожителем. У Ли был принцип. Черепаха, голубь, собака. Нужно расшифровать. Ли Цзинь Уэнь якобы говорил, что всё нужно воспринимать очень спокойно, как черепаха. То есть не волноваться, не переживать, не нервничать и так далее. Передвигаться нужно так быстро, как делает это голубь. То есть быстрый шаг, пробежки и всё в этом роде. А спать нужно, по мнению Ли, как собака. Вот это труднее всего понять. Если кто-то знает, как именно спят собаки, пишите в комментариях к видео. Предположу, что нужно просто хорошо высыпаться. В целом, советы хорошие. И современные сторонники здорового образа жизни рекомендуют то же самое. Но мы не знаем, доживут ли они до 114 лет или хотя бы до сотни. Посмотрим. Что касается истории про Ли Цзинь Уэня, то даже если история о его долголетии – это выдумка, советы, как представляется, мужчина давал хорошие. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.